Всем привет, ребята! Сегодня 31 августа, а это означает только одно, что сегодня у нас с вами очередной выпуск новой чат-рулетки. Так что устраивайтесь поудобнее, готовьте чайоку, готовьте кофейоку. Будем сегодня с вами искать интересных собеседников, будем пытаться шутить, прикалываться. Так что давайте начнём. О, опять этот дед. Здравствуй. Сначала вы меня скипали, а... Все меня скипали, да. Никто не хочет со мной общаться. Ай. Так, чё, опять? Так. А вы откуда? Я из Казани. А, я не помню, мы с вами общались или не общались? Нет, я вас видел там, у Гуслика вы сегодня общались с ним. А, у Гуслика, понятно. О чём общаетесь с чат-рулетким? Да так, говорят, надо выходить сюда, общаться. Гуслику всегда эти, лайки ставлю каждый раз. Ммм, я, кстати, тоже блогер. Я понимаю, ну вы какой-то это, у вас постоянно что-то не работает. Да? Чего не работает? Ну, вы жаловите, там, Гуслика, там, это не работает, звук нет, там, туда-сюда. А, ну да, чё-то пока с оборудованием проблема, вот, денежки накоплю, надо будет. Да-да-да, надо, немножко. Да. Немножко, потом будете. Ну да. Ладно, побегу я дальше, спасибо вам. Привет. Привет. Как дела? Да, замечательно. А ты на велосипеде гоняешь? Ну, так бывает иногда. Но он на меня не вешал, во всяком случае. Да, всё-таки иногда булки разминаешь. Ну да, да. А вы как взбодрились хоть немножко, а то я на вашем стриме была, вы что-то какой-то такой, весь невыспанный, весь вялый. Всё зависит, да, немножко вы не выспавшись, и всё зависит очень много от собеседника. А, понятно. Ну, попробуйте, может, получится меня разговорить, на что-нибудь. Да-не-не, пойду, и ладно. Ладно, давайте. Давай. Здравствуйте. А вы откуда? Санкт-Петербург. О, Санкт-Петербург. Культурная столица России. А чём вы туда общаетесь? Да я собираю контент для своего канала про комиксы. Понятно. Ну, я, честно говоря, не увлекаюсь комиксами. Ну, вообще, просто про детей, про воспитание детей. Надо ли им что-то, информацию какую-то? И детей тоже у меня нету, к сожалению. Ну, как-то же всё равно думайте о том, как развивать, как растить общество. Ну, даже не знаю, как можно воспитывать детей через комиксы. Ну, это как бы один из этих. Это не только комиксы. То есть, я буду заниматься комиксами. Кто-то будет делать книжки. Кто-то будет делать мультики. Кто-то учить детей в школе. И, по сути, в общем, такой хороший, красивый, интересный. Ну, как бы это банально не звучало, но мне кажется, что детей нужно приучать, чтобы они знали правила дорожного движения. Потому что очень много детей, которые просто даже элементарных правил не знают. Ну, это тоже, да. Ну, с этим тоже. Но у нас есть, например, идея детского комикса совсем для детей, для школьников. Но мы пока его не трогаем. Там у нас будет серия такая, что там такой персонаж будет с ребёнком ходить. И они будут преодолевать всякие разные трудности путём фантазии. То есть, например, там надо им подняться, например, на девятый этаж. Мальчик говорит, ой, мне тяжело на девятый этаж подниматься. А этот персонаж говорит, слушай, говорит, давай представим, что мы с тобой поднимаемся на Эверест. Прикинь, какие мы крупные. И вот они идут, там из последних сил, там через Эверест пробираются. Всё, и он там уже на последний, там уже на самом конце вытаскивает этого друга, этого мальчика, это вытаскивает. Говорит, всё, мы дошли. И они на девятом этаже типа такого. Понятно. Ну ладно, удачи вам, побегу я дальше, давайте. Здрасте. Ой, у вас такое охо. Ну, до свидания тогда. Ребят, как же меня бесит, когда вот эти вот эхо бесконечное. Нет, я, конечно, всё понимаю, что у людей разные материальные возможности, разные финансовые возможности. Ну, простите, купить себе какие-нибудь примитивные наушники, там, за 200, за 100-200. Вот я недавно в Москве была, да, в Москве. И мне срочно понадобились наушники. И мой отчим купил мне наушники, в ремянке, естественно, на первое время, за 100 рублей. И они очень хорошо работали. Даже вот вообще. То есть чисто для, там, для чат-рулетки просто самое то. Поэтому я не понимаю людей, которые не могут тебе позволить купить нормальные наушники. Хотя бы за 100 рублей. 100 рублей. Мне кажется, это какое-то неуважение к своему собеседнику. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы откуда? Я из Питера. О чем тут общаетесь? Я больше о политике. А вы откуда? Я из Москвы. Прекрасно, прекрасно. А вы на какие-то темы общаетесь? Да, на любые. Могу почти любые темы поддержать. Ну, смотря что именно про политику вы это обсуждаете. Слушайте, так а зачем вам чат-рулетка? С какой целью вы зашли в нее, если не секрет, конечно? Ну, как пообщаться с людьми? Ну, чаще всего люди здесь как бы все-таки сталкиваются по различным политическим моментам. Или общаться-то не очень часто получается нормально. Или нет? Не, ну, тут же не все же про политику говорят. Тут есть и которые просто общаются. Я, кстати, украинцев еще, поэтому я пойду дальше. Ладно, давайте, давайте. Понимаю. Да, какой-то... Нет, а вот сразу нельзя, да, было сказать, я ищу украинцев. Вот сразу нельзя, да? Я бы не обиделась. Нет, просто есть такие блогеры, которые сидят и ищут именно украинцев. В принципе, я не обижаюсь на такое. У каждого, как говорится, своя тема. Ну, тут еще пока немного, кстати, украинцев. Ой, какая красавица тут сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ковер у вас красивый. Да? Это еще с советских времен ковер. Да, я вижу, вижу. Это откуда-то Туркмения, что ли? Нет, это обычный советский ковер. Обычный. Не из какого-то там, с другой страны. Просто советский ковер. Шерстяной? Ой, не трогала. Вроде шерстяной. А вы откуда? Поговорим, я из Москвы. Поговорим? Да, давайте поговорим. Вы на какие темы обычно? Ой, да я на любые могу. Но я, если честно, в политике не особо активно разбираюсь. От бога до математики. Любую тему, какая на ваш выбор, буквально, любой вопрос попытаюсь ответить. Ну, давайте поговорим о том, какая у вас любимая музыка. Что вы любите слушать? Музыка любимая? Очень много. Баг, Бетховен, Моцарт годится. Гендель годится. Гражданская оборона тоже пойдет. Понимаете? ДДТ тоже пойдет. А почему у вас стоит, да, американский флаг стоит? Почему у вас стоит? А это не по моей вине. Это интерфейс такой у рулетки. Недоработанный. Понятно. Я что не ставил? Албанию ставил, Гондурас ставил. Все равно Америку пишет и все. А у меня какой флаг стоит? Я просто не знаю. У вас власовский флаг стоит. А, ну, то есть российский, да? Да, то есть российский. А, понятно. Ну, а так вообще по жизни... Белый и красный, бред с его и кобылой. А что это вы так про наш флаг так недружелюбно? Почему про ваш? Это и мой флаг тоже. Только я его не выбирал. Я родился под красным флагом. С серпом и молотом. А, ну, понятно. Ну, а так вообще... Понимаете, мне мой флаг нравился. И гимн мой нравился. И президент мой нравился. Но только первый срок. А у меня, кстати, одно время это... Был такой вопрос в чат рулетки по поводу, как вы относитесь к развалу Советского Союза. И я так понимаю, что вы не очень положительно к этому относитесь. Я и положительно, с одной стороны, отношусь, с другой отрицательно отношусь. Я ничего не хочу сказать. Ну, развалился, развалился. Ладно, развалили. Бог с ним. У тебя люди проголосовали вроде на референдуме за сохранение большинством голосов. Но он все равно развалился. Это был как бы естественный процесс. Но его можно было так же обратно собрать. Очень быстро. А, кстати, я где-то читала такую бредятину. Не знаю. Вот прям такая ерунда, что оказывается, есть такая информация, что Союз до сих пор не развалился. Он существует. Ну, а, кстати, я вам скажу больше. Существует очень много граждан СССР, которые не меняли паспорт. Ладно. Ладно, побегу я дальше, поищу еще кого-нибудь, тем пообщаться. Любви, здоровья, счастья вам, и креста. Спасибо. Как у вас дела? Замечательно. А у вас как? У меня тоже все хорошо. Блин, я вас где-то уже видела, только не могу вспомнить где. По-моему, я... Наверное, на стриме Зерофа. Нет, я... А, нет, у Гуслика я вас видела. А, и у Гуслика вы меня видели. Я уже в Степа была. А у вас, по-моему, тоже, да, свой канал есть? Да? Или нет? Нет, я администратор на канале Зерофа. А, понятно. Модератор. А вы откуда вообще? Я с Москвы. А, понятно. Вы, наверное, школьница или студентка, да? Я вот только что вот сделала это. Я два часа сидела, пухтела над этим всем. Пришивала погоны и все остальное. А, вы в это... Как это там? Кадетский класс, да. Да, да, да. А у нас все роли разные. Да, 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 да. Как там? Мне просто новые дали, потому что мне всегда дают вот эту черную ткань. Да, да, да. Очень маленькую. Я всегда одеваю, мне вот так вот сложно сделать. А сейчас мне дали побольше, но, я так понимаю, я за лето еще выросла, и мне опять он маленький. Но на 1 сентября мне надо в чем-то идти, и поэтому в этом буду мучиться. Ну, понятно. Короче, не вдохнуть и не выдохнуть. Ладно, побегу я дальше. Удачи тебе. До свидания. Хорошо вам дня, благополучия. Спасибо. А помните, раньше был такой сериал «Кодетство». Там играл этот... Там играл Александр Головин, помните? И еще там какие-то... А еще говорят, что... Я только недавно узнала, что вот этот ведущий, который ведет, по-моему, прямой эфир передачи, что ли, называется, или... Ну, по второму каналу, такой вот мужичок, он тоже вроде... А, Борис Крюков или кто-то он там... Он вроде тоже играл в «Кодетстве». Я, честно говоря, его там не помню. Да, да, да. Блин, какой-то парень знакомый. То ли он у кого-то был. Ну, по-моему, это... Он, по-моему, упоротый какой-то. Вроде бы. Так, так, так. Давайте это... Че-нибудь отдам. Блин, вот все вот... Я не помню, но я где-то уже всех видела. Так, стримеры меня перелистывают. Стримеры не хотят со мной общаться. Неинтересно. Так, этот опять Харламов. Леночка со своей. Так. А, кстати, а че там у него за прикол был про Леночку? Да я не помню такого прикола. У него секретарша, по-моему, да, такая была Лена? Леночка. Маленький. Уже маленький сюда пробрались. Вот. Сейчас, подожди, не восемнадцать часов, а, но... Еще есть времечко. Потому что у нас все роли главные. Тара-та-ра-та-ра. В одном ряду. Турёвка, Павел. Нормально. Чем ты будешь, когда вырастет? В смысле, я уже выросла. Куда уже расти? Да, ладно, ты выросла. Да, я выросла. И чем ты будешь? Я буду взрослой тетей. Серьезно? Да. А, ты инвалид? Да, я инвалид. А, чего? Привет, друзья, я тоже инвалид. А, а у вас что с вами? Два инсульта. А, не, а у меня ДЦП. А, как тебя зовут? Аида, меня зовут. Аида? Да. А я Владимир. А вы откуда, Владимир? Крым. Тепло там еще у вас или уже холодно? Ой, Аида, не спрашивай, пожалуйста, не спрашивай. Плюс 50 сегодня. Ой, ё-моё. Это вообще... Зачем ты меня спросила? Не, я... Мне надо постирать футболку, а я жду, чтобы мой брат приехал в больницу, и надо постирать футболку. Так может и нет, смысл ее уже стирать? Не, не, не... Тихо, тихо. Есть. Ну, на постирать, Раид. А да, извините за такой вопрос. Давно это с вами случилось? Такое вот неприятное. короче я поехал сюда в горы судак знаете город вот заслуживаться надо помочь мне короче контролировать сторожей хорошо ну поселил меня в доме то все я приехал домой а тут возле меня бабушка 80 лет от не приехала дочка я же этого не знал и короче подъехала машина а я выхожу я покупался выхожу сбор естественно 100 выпил алкоголя но мы смотрим машина стоит возле бабушки по соседству со мной естественно подхожу ребят что там такое случилось они говорят на привезли бабушки еду а это не моя бабушка это посторонняя бабушка даже как она может заказать еду с ресторана вы можете себе представить это 10 часов вечера они начинают волноваться в общем 1 ну как не убила ударил 2 3 и они убежали а потом вы лежали толпой большой а я машине закрылся полиция полиция долго ехала короче меня выволок и не помню там не бил уже на победе побили побили короче заволокли домой и дома еще побили это был первая судьба когда не сказали что нужно оформить первая суть нужно поехать 100 километров взять какую-то бумажку я поехал за какой-то бумажка не случился 2 да это вот такая медицина сожалению но как так жизнь не она по сравнению с тем что воду на ты можно на сравнению с тем что вот у тебя было вначале вот сейчас ты вообще сильно восстановился или нет на смотрим у меня разговор но мне язык плохо работает и мозг правая правая сторона моза плохо работает надо нормально но левая рука у меня но ничего страшно знаешь слушал это у тебя там же в этом крыму доживешь а вот видим по туре дам не помогает им судникам или там в основном только нам помогает я никогда не обращался ну ты знаешь да что в крыму есть санатории вот это как он евпатория там вроде хорошо восстанавливают и по сути смотри получается дцп и инсульт если грубо говорить это по сути но не то что одно и то же можно я свою путевку тебе не 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 я кстати евпатория никогда не было ни разу вот мои друзья дцпшники были там и говорят там очень круто слушай но у тебя у тебя такая четкая речь ты вообще молодец но у меня легкое поражение у меня просто легкая форма есть ребята похуже намного и на колясках и даже лежачие дома просто вот а ты ходить можешь да я могу ходить да могу ходить а у меня чебурошки чебурошки надо вижу вижу понятно да да ну говоря для чего ты пришла в чат рулетку просто пообщаться ты инвалид да я инвалид что а любишь путина задавали не я не задавал вы задавали вы говорили скажи просто скажи любишь об она любишь все два варианта ну а потом я скажу люблю а вы скажете раз люби тогда у тебя пройдет твоя больница не скажу а что за хвороба в тебе ты дцп что-то таки дцп у меня а ну так все любишь путина да вот его чисто в тебе и дцп а понятно у вас это модернизированный вариант шутки понятно шутка модернизировалась раньше было любишь путина раз люби пройдет дцп а сейчас у меня дцп потому что я люблю путина ну господи я сейчас сдохну от смеха просто сдохну как смешно вот нельзя да что-то новенькое придумать одно и то же одно и то же где смайлик это не это не то вот это нет нет с ним я не знаком александру подавайте именно смайлик придется из той комнаты смайлик притаскивать ну давай тебя не видела тебе показалось показалось не прошло ну давненько давненько как бы тебя дела да все господи да лучше всех как всегда ты сменил смотрю это геолокацию свою но надо иногда перемещаться у меня что территория приличная поэтому сейчас у меня просто на русскую речку вышел а может рыбки потом половишь как посидишь чат рулетки потом марта да так точно так точно я планирую заняться мне тоже поймай для тебя обязательно тебе побольше я форель люблю я форель шумгу люблю да да так и запишем форель ладно давай мишка давай ладно ребятки котятки я буду заканчивать свой влог буду заканчивать свое видео хотела показать александру чтобы вот он смайлик но так его и не нашла так что александр если будешь смотреть это видео вот смайлик по твоим многочисленным просьбам вот он смайлик жив-здоров вот он просто сидел в другой комнате вот так что ребятки котятки подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался пишите комментарии пишите свои мнения по поводу моих видео мне очень нужна ваша обратная связь помогите пожалуйста в развитии канала то у меня что-то все стало на одном месте ничего не разбивается не забывайте о том что на канале есть донатики номер моей карты вы можете найти в описании к этому видео также мой номер карты есть в описании к этому каналу так что если вы все-таки не нашли номер карты можете спросить номер комментарии я вам отвечу ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь я вас всех очень люблю на тех кто те кто на меня все таки подписался посмотрите обязательно мое видео интервью с гусликом он же сергей ну а я прощаюсь с вами до завтра до встречи в новых видео пока 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 пока